В реабилитационном отделении наркодиспансера сейчас 84 больных алкоголизмом и 19 наркозависимых. Основной метод лечения – психотерапия. Артем получает второе высшее образование. В какой-то момент понял, что алкоголь стал заменять ему все. В центр пришел сам. Хочу понять, осмыслить, осознать и больше не пить. Готовность лечиться, говорит главный нарколог республики Ирина Булыгина, залог успеха. Лечение. Мы сегодня должны понимать, что наши болезни зависимости – это биопсихосоциальные заболевания. В первую очередь это биологическая программа к психоактивным веществам. Кто-то может быть зависимый с первой рюмки, невзирая на свои статусы, регалии, возраст. При этом хочу сказать, что женщины менее устойчивы к алкоголю, чем мужчины, а дети еще более неустойчивы к алкоголю. На первом этапе лечения врачи подбирают препарат, который поможет снять зависимость. На втором к лечению подключается психотерапевт. После таких сеансов наступает полное выздоровление. Есть люди, которые уже 20 лет не пьют. Медики отмечают, что большое значение имеют и семейные традиции. Существует так называемая матрица поведения. Утенок идет за уткой, котенок за кошкой, а ребенок идет за своими родителями. Поэтому, если наши зрители хотят видеть здоровых детей, психически устойчивых к жизненным невзгодам, которые будут борцы в этой жизни и через тернии придут к звездам, необходимо своим личным примером показывать негативное отношение к алкоголю. И при этом самое страшное здесь не социальные формы потребления алкоголя, а именно так называемые культуральные потребления алкоголя, как все. И мама в праздник бежит, покупает шампанское. Ребенок видит радостную маму, видит, как она улыбается, как изменяется под воздействием алкоголя, даже небольших доз. И он понимает, что это праздник. Именно отношение в семье к алкоголю, умение справиться с трудностями и создаст в будущем базу для того, чтобы ребенок не стал зависимым. Фу, конфета с ликером, какая гадость. То есть вот это основной пример. И вторая составляющая успеха ребенка – это не просто ребенка слушать, но уметь слышать, понимать его эмоциональные проблемы и учить решать его эти проблемы и уважать за то, что он даже сегодня самую простую проблему решил сам. Каждый год лечение в реабилитационном центре проходит до 900 человек. Большинство из них навсегда отказываются от пагубной привычки. Однако гораздо больше тех, кто спивается и не желает признаваться в этом даже себе. Надо знать, сегодня получить квалифицированную медицинскую помощь гораздо проще, а лечение отнимает намного меньше времени, чем раньше. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Александр Петров.